С 1 апреля новая единая маршрутная сеть начала свою работу. В связи с этим увеличилось количество общественного транспорта, курсирующего в отдаленные микрорайоны. Но оказалось, что не везде изменения нашли положительный отклик. О необходимости доработки сети, в частности, говорили и на очередном пленарном заседании Пермской городской думы. Будем пытаться что-то изменить, потому что маршрутная сеть, она в принципе уже утверждена, но с ее утверждением возникли вопросы, которые как бы никто не ожидал. Нам декларировали, что будет все хорошо, а на самом деле для жителей получились какие-то неудобства. Поэтому надо будет или менять, или наносить какие-то поправки. Со своей стороны представители городского департамента дорог и транспорта заявили, что проблему они возьмут на контроль и до 1 сентября предоставят план изменений. Также на пленарном заседании народные избранники поддержали инициативу главы Перми Игоря Сапков в части выделения денежных средств на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города. Это наши учителя, это наши работники дополнительного образования, дошкольного образования, представители культуры и спорта. В городе порядка 5,5 миллионов будет выделено на эти цели в режиме софинансирования с правительством Пермского края. Выделенные совместно с краем средства рассчитаны на период с 2015 по 2017 годы. Возможность приобрести путевки получат более 400 представителей бюджетной сферы города Перми. Диас Пальчиков, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта».